Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о том, куда можно сходить в Лондоне в декабре. Итак, уже 5 декабря состоится такое мероприятие, как зажжение рождественских огней на Трафалькарской площади. То есть на Трафалькарскую площадь привозят огромную рождественскую елку, которую Норвегия дарит Лондону в знак благодарности за поддержку во время Второй мировой войны и устанавливают ее на Трафалькарской площади. В этом году, это состоится 5 декабря, в 18 часов зажгутся огни на главной городской площади в Лондоне. Также на всех центральных улицах уже включены рождественские огни, которыми вы можете насладиться. В этом году на Карнаби-стрит рождественские джунгли, там представлены различные животные в виде рождественских огней. На Риджин-стрит традиционные ангелы летают по всей улице. А на Оксфорд-стрит в этом году главная шоппинг-улица украшена огромным количеством огней, которые составляют некий такой диджитал-экран. Так что приходите и посмотрите на рождественские огни на главных центральных улицах Лондона. Это тоже можно считать как одно из событий декабря и Рождества. О том, как зажигаются рождественские огни на этих улицах, я рассказала в предыдущем ролике, смотрите вот здесь. Также в основном в уикенды на главных шоппинг-улицах проходят такие благотворительные акции, называется Christmas Carls. Люди устраиваются некими такими группками музыкальными, или хором, или ансамблем, и распевают рождественские песни. Christmas Carls — это рождественские песни. Вот так примерно это выглядит. Это рождественские песни. Это очень интересное событие и как бы создает дух Рождества. То есть проникнуться всем этим духом Рождества вот как раз в декабре — это самое то, что нужно делать в Лондоне. 13 декабря, во вторую пятницу декабря, проходит такой день, который называется Christmas Sweater Day. То есть вот люди надевают вот такие вот свитера и едут на работу, потому что по пятницам во многих компаниях разрешается одеваться casual. То есть не в офисный стиль одежды, не в корпоративный, а так, как вы привыкли ходить дома или по магазинам. То есть в обычной форме. И вот поэтому в пятницу как бы разрешается носить вот такие вот свитера в поддержку благотворительной компании Safe for Children. То есть люди, которые надевают вот такой свитер, тем самым делают некую такую благотворительную акцию. Вы можете зайти на сайт savethechildren.org.com и сделать пожертвование в размере 2 фунтов. Тем самым вы поддерживаете финансово детей, которые нуждаются в какой-либо помощи. Ну и помимо этого, естественно, надевая такой вот свитер 13 декабря, вы даете людям понять, ну и как бы им можно сказать, что пожалуйста, пожертвуйте на детей. Такой же праздник рождественских свитеров организован в Америке, но там по традиции надо надевать такой ugly свитер называется. То есть как можно страшнее рождественский свитер должен выглядеть. И люди даже делают на этом бизнес, придумывая какие-то очень страшные и очень несимпатичные свитера. Ну и я люблю вот такие свитера покупать и ходить фотографироваться в них по универмагам Лондона. Я уже рассказывала про Харротс. Вот посмотрите вот в этом вот ролике. А уже во вторую субботу, декабря, обычно в Лондоне проходит Santa Con. Это такая тоже некая благотворительная акция и флешмоб, на которую в основном собирается молодежь, наряженный в Санта-Клаусах, в олени и вообще во всех рождественских героях, в которых можно нарядиться. И своими костюмами развлекают народ и создают дух Рождества. То есть, по идее, в принципе, это флешмоб такой веселый должен был быть. Но, к сожалению, вот в последние годы все это, вся эта кутерьма рождественская под названием Санта-Кон превращается в попойку. Но об этом я расскажу в следующем ролике. 18 декабря в Синий Уорт на Лестер-Сквер состоится премьера знаменитейшего фильма Star Wars, то есть Звездные войны. The Rise of Skywalker. В этот день, вечером, скорее всего, но лучше уточнить это на сайте Синий Уорт, состоится красная ковровая дорожка, где будут принимать участие основные звезды фильма. Также и режиссер, и остальная группа создателей этого фильма, продюсер, музыкальный режиссер и так далее. Кстати, компания Синий Уорт проводит до 5 декабря конкурс, где можно выиграть два вип-билета на европейскую премьеру этого фильма, которая как раз вот состоится в Лондоне. Для того, чтобы принять участие, надо зайти на сайт sinewortcompetition.co.uk slash Star Wars Roads и принять участие, заполнив анкету. Поэтому дерзайте все в ваших руках, возможно, вы попадете на премьеру на вип-места. Ну, естественно, самый главный праздник в году для англичан, для европейцев – это Рождество, Christmas Day, Christmas Eve, который проходит с 24 на 25 декабря. И 25 декабря все абсолютно, все люди отдыхают, не работает ни транспорт, ни магазины, ничего не работает в Лондоне. Лондон вымирает, людей практически не видно, очень редко можно встретить кого-либо, абсолютно все закрыто, и люди проводят этот день дома, это семейный праздник. Как проходит Рождество в Лондоне, Великобритании, я буду рассказывать чуть попозже. А также, куда можно сходить и как отпраздновать нам, русским. Этот не наш, в принципе, праздник – Рождество. И вот, кстати, одно из таких мероприятий, которое можно найти 25 декабря в 9 часов утра, если вы доберетесь до гайд-парка, там проходит заплыв Санта-Клаусов в озере Серпентин. То есть озеро, которое находится в гайд-парке, называется Серпентин. Мероприятие называется Peter Pan Race, то есть заплыв, забег. Ну, тут уже заплыв, потому что плывут пловцы. На это мероприятие приглашаются люди только посмотреть, участвуют в этом мероприятии только те люди, которые уже натренированы. В основном это Серпентин-клуб пловцов, которые постоянно тренируются вот в этом озере. Если вы когда-либо были в гайд-парке, видели, там часто плавают спортсмены в таких специальных шапочках и тренируются ежедневно, в основном или с утра до 10 утра, или после 6 вечера. О том, как проходит это мероприятие и как я о нем узнала, я вам расскажу тоже в ближайшее время. Смотрите мои ролики, там много всего интересного, что я узнала сама и что хочу рассказать вам. На следующий же день после Рождества проходит Boxing Day, то есть день коробок, день подарков, день распродаж. 26 декабря по всей Великобритании, по всему миру, наверное, и в Америке, и в Европе проходит этот день под названием Boxing Day, когда начинаются скидки. Типа скидки. О том, как получить самые выгодные скидки, я вам расскажу тоже в ближайшее время. Не покупайте в Boxing Day ничего. Ну, конечно, если вам нужно купить что-то, что пользуется огромной бешеной популярностью, но со скидкой 50%, в основном в Boxing Day это только 50%. А как получить тот же самый предмет или одежду или что-либо еще со скидкой 90%, смотрите в моих других роликах, я вам тут их подкреплю. Ну и самый главный для нас праздник это Новый год. К сожалению, англичане не празднуют Новый год, так как празднуем его мы. Для них основным праздником является Рождество. А на Новый год у них в основном проходит только fireworks, то есть фейерверк. Фейерверк на набережной реки Темзы, перед London Eye, колесом обозрения, напротив Биг Бена. В общем, как попасть на это мероприятие и как это все происходит, я вам тоже попозже расскажу. Я была пару раз, очень сильно замерзла. Не рекомендую, лучше посмотреть этот фейерверк дома по телевизору. Но хотя бы однажды, конечно, стоит побывать там. Сейчас это мероприятие платное и регистрироваться на него надо заранее. Пока на этом все. Что нас ждет в январе, смотрите в моих следующих роликах. Пока-пока!